Они вместе росли, учились в одной школе, сидели за одной партой и мечтали сразу же после школы пожениться. Но из-за людской клеветы жизнь развела их по разным концам страны. Через несколько лет, почти одновременно, они вернулись в родную деревню, встретились и поняли, что уже не могут жить друг без друга. Встретились они во второй раз уже поздно, обоим было за 30 лет. Оба хотели тихой семейной жизни, мечтали о большой семье, так что рождение детей решили не откладывать. Свадьбу играть не стали, тихо расписались в кругу самых близких людей. Обжились они быстро, стали работать, мечтали о большой дружной семье. Как минимум троих деток хотели, но судьба распорядилась по-другому. Через год после свадьбы родилась дочь. Девочка росла здоровая и крепкая. Родители покупали ей все самое лучшее. Однажды подарили ей щенка, чтобы у нее был друг. Собачка Томка росла вместе с хозяйкой на всем домашнем и полезном. Родители не могли нарадоваться долгожданному ребенку. Наташа же была девочкой ласковой и тихой, ей было уже три годика. Супруги хотели еще сыновей, наследников и продолжателей рода. Но Господь больше не давал им детей. Они даже стали подумывать об усыновлении и поставили себе условие, если за три года не удастся родить самим, то начнут собирать документы по опеке. А через три года после рождения дочери у них все-таки родился долгожданный сынишка. Но их счастье оказалось таким мимолетным. Беда пришла внезапно. Отца не стало в одно мгновение. Пьяный водитель грузовика сбил его на пешеходном переходе. Вот так женщина стала молодой вдовой с двумя детьми. Она не знала, как жить дальше. Первый год она совсем не видела ничего вокруг себя, потому что муж был для нее целым миром. Вначале она оттянула детишек, как могла, свою горечь утраты никому не показывала. Потом не выдержала, сломалась и начала тоску запивать водкой. Все чаще односельчане видели ее пьяной. Жизнь детей стала совсем невыносимой. В доме было холодно и грязно, одежды почти никакой, иногда и поесть было нечего. А мама продолжала пьянствовать, потихоньку сходя с ума. Соседи пытались наставлять женщину, делали замечания, вели разговоры, но все без толку. Вскоре все махнули на нее рукой. Позже у нее поселился сожитель, он же собутыльник, и детям стало совсем плохо. Бил он не только их мать, но и детям тоже доставались уроки воспитания. Так что жизнью это было назвать невозможно. Сплошные пьянки и алкогольный угар. В тот день мальчик громко плакал, просил покушать, а у матери раскалывалась голова. Сожитель побежал за бутылкой. Когда полегчало после того, как опохмелились, она одела детей и пошла с ними в лес. Видимо, сошла с ума окончательно. Что в этот момент творилось в ее голове, неизвестно. Было еще раннее утро. Долго вела она малышей глубоко в лес. Там усадила на какую-то полянку под деревом и, приказав ее ждать, ушла она совсем. Дети остались одни, хотя нет, не совсем одни. Еще от дома за ними увязалась дворня-готовка, которая когда-то была подарена дочке на день рождения. Жила собака голодной, как и вся семья, но бросить детей она не могла. Вот и жила. Собаку часто подкармливали сердобольные соседи и продавщица. Молоденькая девушка жалела собачку и выносила ей объедки с магазином. Далеко от дома собака не убегала, но в этот раз пошла с хозяевами в лес. Мама пыталась прогнать псину, но та все равно возвращалась. Женщина вернулась домой и продолжила выпивать, напрочь забыв о своих детях. А ее сожителю вообще не было никакого дела до детей. Нет их, еще и лучше. Какая разница, куда мать их дела. Главное, что не орут и не просит есть. В общем, мать ушла, а дети и собака остались в лесу. Ждали целый день, проголодались, замерзли. Потом наступила ночь, и детки, прижавшись друг к другу, уснули под деревом. Рядом с ними, согревая их своим теплом, устроилась Томка. Мальчик пытался плакать и звать маму, но сестра его успокаивала и утешала, говоря, что мама обязательно вернется, надо только ждать и не уходить с этого места. Девочка даже не могла подумать о том, что мать их просто бросила. А на следующее утро дети проснулись и не увидели Томку. Сначала они очень огорчились. Мальчик опять пытался плакать и звать маму. Но потом они повеселели, когда увидели, что дворняга вернулась и несет в зубах какой-то пакет. А там несколько сладких булочек, палка колбасы, два яблока и даже настоящая шоколадка, вкус которой дети давно забыли. Малыши проголодались, но, будучи не по-детски мудрыми, не стали съедать все сразу, оставили на потом и принялись дальше ждать маму. Так прошел еще один день, а Томка опять пропала и на следующее утро. Она куда-то убежала и через какое-то время снова принесла своим маленьким хозяевам еду. Откуда собака все это брала? Как выяснилось позже, возле магазина, расположенного в центре их небольшого поселка. Томка туда и раньше бегала, ее там знали и подкармливали. Но первый пакет с колбасой и шоколадом собачка просто нагло украла. А на следующий день ей, как всегда, дали косточек, каких-то обрезков колбасы, но собака неожиданно отказалась есть. Если раньше ей хватало косточки или даже куска хлеба, то теперь Томка стала более избирательной в своих желаниях. Правда, на месте она не стала есть, хотя раньше съедала все прямо возле дверей магазина. А теперь она все забирала с собой и куда-то уносила. Это очень насторожило продавщицу местного магазина. Она поняла, что здесь что-то не так и поделилась догадками с грузчиком Петром. Мужчина предположил, что собака не сама все это ест, а кому-то относит. Людям такая мысль показалась любопытной, и они решили проследить за Томкой, но сперва сходили в дом матери детей. Та, как всегда, была пьяная и по поводу отсутствия детей ничего внятного объяснить не смогла. Участковый и еще несколько жителей поселка проследили за собакой, которая выпрашивала еду у магазина. Томка невольно привела их в лес, где они обнаружили брошенных детей, которых собачка кормила уже несколько дней. Даже у взрослых мужиков навернулись слезы на глазах. Теперь они поняли, зачем собаке нужны были булочки и сладости. Беспородная, но очень умная и добрая собачка спасала детей от голодной смерти. Еще хорошо, что было лето, и детям не грозило замерзнуть в лесу. Участковый долго разговаривал с девочкой, спрашивая, почему же они не вышли из леса вместе с собакой. Но малышка была очень напугана. Она все время твердила, что мама велела ждать ее здесь. В дальнейшем братик с сестричкой оказались в семье родственников, а горе-мать лишили родительских прав. И, конечно же, в новом доме нашлось место и для их спасительницы, собаки Томки. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.